Здравствуйте! Продолжим наши беседы, батюшка. Да, уже, как говорится, тематика продолжается, поэтому рады приветствовать всех. И постараемся почерпнуть интересные факты, которые могут быть полезны для осознания истории. Сегодня наша тема 12 век. Мы пробуем в наших беседах совместить тематику, такую политико-историческую и, несомненно, с церковной, как обозначили мы ее, история РПЦ. И вот этот вот синтез вот этих вещей, он, в принципе, не так широко освещается. И, я думаю, будет многим интересно. 12 век – это вообще тема очень интересная и прям такая глубокая. Почему-то в основном люди обращают внимание обычно на татаро-монгольское нашествие там и времена Ивана Грозного. Но 12 век – это очень такая глубокая тема. Веха в настоящей русской истории до разграбления Батыем, то есть до еще монголо-татарского нашествия, именно такая вот именно русская история, русская историчность, которая еще не подверглась сильному разрушению и каким-то особо таким имперским, царским влиянием. А именно еще такой, знаете, я обратил внимание, симбиоз общинности, русскости, вечевого строя. И как раз начало государственнического вот такого вот самодержавного давления. Да, да, да. Это вот такой синтез интересный. И в это время как жила наша церковь? Как раз необходимо заметить, да, спасибо большое. Как раз вот вы сейчас затронули в самом начале, необходимо заметить, что в то время церковная и иерархическая власть, она представляла собой идеологию государственную. То есть в этот момент митрополиты начинают самые серьезные политические игры. Где-то неудачно, где-то удачно, где-то с поповской жадностью и мракобесием, а где-то со смыслом и такой глубокой государственной мудростью. В общем, наблюдаются разные, как обычно всегда, со всех сторон разные факты, разные исторические сочетания. Это интересный очень. Да, это интересный момент. И нельзя тоже, опять же, не упомянуть, что именно вот этот двенадцатый, начало двенадцатого века – это период осознания необходимости единого общего большого государства. Если раньше воевали небольшие вотчины, небольшие удельные князья, то теперь начинают формироваться коалиции. Вот что я обратил внимание, это тоже вы можете посмотреть в любых источниках, началось формирование коалиций, преследовавших какие-то определенные свои цели. Я думаю, надо маленько поправить, батюшка, и все-таки, извините, удельные княжества как раз это формировались в двенадцатом веке. Удельные, слово здесь маленько неуместно, отдельные князья. Да, будем говорить, я бы даже сказал, политические партии. А удельные княжества начались как раз в двенадцатом веке. Стали формироваться, я даже больше скажу, будем говорить об удельных князьях, а будем говорить о политических партиях. И начались выборы, то есть выборы, споры, кто приятнее будет какому народу, как будет приятен русскому народу этот человек или нет. Самый первый и самый серьезный камень здесь, конечно, бросил Изяслав. Изяслав здесь вложил в это дело внук Мономахов, да, он Изяслав Мстиславич. Значит, он дважды был киевским князем, дважды изгонялся, в общем, будем по порядку. Значит, Изяслав, что сделал Изяслав? Он, оказывается, находился в определенном родстве с тогдашней европейской элитой, это у нас чехи, поляки. И правивший в то время, пришедший Михаил II, он правил с 1930 по 1945 год, это митрополит киевский, начал разыгрывать карту политической борьбы между князьями. Михаил. Михаил, именно Михаил II. Во-первых, его, ну это чисто поповская такая любовь всегда, не думайте, что попы читают молитвы, только молятся Богу. Ему было задание, видимо, от Константинопольского патриарха усилить, тогда церковь ведь была Константинопольская, она не была русская. А вся Россия, вся Русь тогда, давняя Русь принадлежала Константинопольскому патриархату, Константинопольской православной церкви. И поэтому была ее митрополией. Поэтому, видимо, он получил задание, Михаил, он был грек, был грамотный человек, задание укреплять позиции Константинополя, именно Византийской империи на севере. Еще раз, какой год? Это у нас, получается, 1130 год, он был назначен. А закончил он в каком времени? 1145, это как раз перед смертью Изяслава сначала, а потом, они же менялись два раза. Они больше менялись, можно маленькую историю? Два основных, два раза они менялись, один три года, другой три года правил Киевом, но давайте мы пока про митрополита. Потом, хорошо, про князей. Я просто справку о митрополите сейчас скажу, а потом мы уже с вами будем дальше продолжим. Дело в том, что он воспользовался, он получил задание, видимо, от Константинопольского патриарха, возможно, даже от императора. Потому что уже в тот момент известны амбиции византийские, определенные на вот эту Великую Русь, на северные пределы, которая была митрополией Константинопольской церкви. И он стал играть прямо откровенно на раздорах различных городов. То есть, Михаил прямо вот, в то время была сильная вражда между Ростовом и Новгородом. Это извечная тоже древняя вражда, как вот, например, Смоленск всегда боялся там Суздаля или Рязани. Кто был слабее, тот боялся сильного. И вот на этой вражде он стал играть и специально стравливал князей. Изяслав ведь был по младше своих братьев, и поэтому он не мог по этому листочному праву, он не мог сразу быть киевским князем. Никак. И известна его знаменитая фраза, которую он тогда сказал. Не голова идет к месту, а не к месту идет голова, а голова к месту. То есть, не просто так по праву станешь, а завоевать надо княжение, взять его силой надо взять. Ну, это было время, когда как раз киевское княжение и завоевывали в основном. Так оно и получало. Да, то есть, если бы ты не стал великим князем, то, значит, твои дети вообще не имели никакого права на наследство. А так, великое княжение давало ему определенные преференции. Ну, вот, значит, в этот момент еще очень сильно продолжалась борьба Переславля с Суздалем. Ой, со Смоленском. Потому что из Смоленской земли все время хотели выделить вот эту епископию Переславскую. Это внутрицерковные дела. Как пояснить людям? Переславль и Дюжный. Я не могу сказать, какой Переславль. Да, Переславль и Смоленск. Значит, Смоленск хотел сохранить свою территорию. И выделение из нее нового епископа в Переславле совсем не входило в их планы. Кроме того, вражда между Новгородом и Ростовом в этот момент позволили именно Михаилу стравить князей. И главное это стравление произошло между двумя партиями. Изяслава поддерживали Новгород, Изяслава поддерживала Европа, поддерживала пражские, чешские, польские князья находились с ним в родстве. С Изяславом. С Мстиславичами находились в родстве. И он, кстати, не ошибся. Они ему помогали. А в этот момент с Юрием Долгоруким в Союзе находился Святослав. Южные все пределы российские. И даже половцы. Почему? И самое главное. Сюда влез галецкий князь Владимир. То есть получился такой симбиоз. Именно церковный симбиоз. Михаил умудрился между ними всеми устроить вражду. Вы считаете, что это именно Михаил? Это не я считаю. Сознание греческой. Это не я считаю. Это он сам пишет потом в послании. В своем. Что он стал причиной вот этого всего княжеского раздора между князьями. То есть он прямо конкретно указывает, что сначала Ярополк Владимирович, потом... Он устроил эту вот маленькую, превратившуюся в целую русскую смуту. Так, так, так. Мы закончили в прошлый раз с вами на Мстиславе Великом. На его смерти это 1132 год. Это получается его внук. Сын. Сын, да, Мстиславич, а потом, да, пошли. Значит, тогда, после 1132 года, значит, на Киевский престол сел сын, опять же, Владимира Мономаха Ярополк. Ярополк. И проправил он лет шесть. И потом была борьба между домом Мономашичей и домом Ольговичей. Вот как раз Ярополк Владимирович и Всеволод Ольгович. Вот эти два князя, между ними спор был за Киев. Да, да, да. Но Всеволод Ольгович все-таки умудрился просидеть на Киевском престоле тоже лет шесть. Тоже много. И потом даже завещание писал. После, да. И Ярослава требовал, чтобы тот целовал крест Игорю оставить, его племяннику или сыну. И тот целовал крест, но тут же отбивался. Это еще отголоски раздоров детей Ярослава Мудрого. Мудрого, конечно. Значит, Ольговичи шли от Святослава. И согласно этой лествичной системе, они считали Мономашичей нарушителями. Абсолютно верно. Лествичной системой. И поэтому они первую вот такую вот грандиозную вражду устроили. И Ольговичи пробыли на Киевском престоле лет шесть. После этого один из Ольговичей после смерти Всеволода, еще там Игорь, по-моему. Но он был совсем недолго. Его киевляне убили. Абсолютно да. Видимо, они не любили этих черниговских князей. Вы совершенно правы. Киевляне не любили очень. Черниговских. Да, очень черниговских и суздальских не любили. И после этого пошла борьба между дядей. Да. И племянником между Юрием Долгоруким и Изяславом Мстиславичем. Да, да. В конечном счете все привело к тому, что Долгорукому пришлось... Изяслав его придавил везде. И ему пришлось бежать на север. И там в Москву еще добавок оставил. Ну, это отдельная тема, да? Да. Где его... Дело в том, что Изяслав разгромил его везде. Сначала его союзников разбил по одному. Хитро очень сделал. Он не сразу всех, а по кучкам. И поэтому Долгорукий вынужден был, хотя два раза тоже правил в Киеве, вынужден был бежать на север. И, по сути дела, вот эта заварушка... Я почему так серьезно это все обращаю внимание? Это именно тот момент, когда стала образовываться Украина и Московская Центральная Великая Русь. Это первый шаг. Вот именно вот этот раздор между Ольговичем и Владимировичем... И Мономашичем. Мономашичем, да. А потом между самим домом Мономашичем между... Да, привел к основанию сильного политического центра на Севере. На Севере. Ростово-Суздальские земли. Да, Ростово-Суздальские земли. Ну, где его была вотчина, он там, где его не мог достать Изяслав, он туда... Он с 15 лет пришел туда править Юрию Долгорукий. Это были его земли. В принципе, да. Поэтому... Удел его. И делаю вывод. Делаю вывод серьезный. Именно интриги Константинопольского двора и Константинопольского патриарха с митрополитом Михаилом II привели к бегству Долгорукого на Север, к основанию сильного политического центра. Между прочим, сам Михаил II указывает в своих письмах о том, что он послужил... Где-то он даже кается в этом. То есть, что он послужил причиной вот этого раздора. Причем, он пишет как это? Что он мог умирить князей. То есть, он мог помирить вот эти две партии между Изяславом и Долгоруким. Умудрился, мог сделать определенный мир. Но получилось так, что он послужил... Сыграл много раздоров на противоречие. Более того, он еще даже и других привлек к этому всякому раздору князей. Это он привлек сюда и некоторых европейских, которых я вам перечислял. Это чехи, поляки, которые тоже с этого момента стали претендовать на какие-то там претензии в Киеве. И потом это целые польские, русско-польские войны вылилось. Это польза. Нет, это намного... Но это всегда имеет под собой начало. То есть, любая драка в коммунальной квартире... И сейчас это полк ККН приводил Болеслава... Нет, здесь... То просто приходили княжить, грабить, а здесь целые политические партии. Здесь политика прямо целая такая. И знаете... Как наш Ватикан. Вплоть до имперского. Вплоть до имперского. Да, да, вариант нашего Ватикана точно. Я говорю, как наш Ватикан в это время сыграл? А, да, значит, самое интересное. В это время велась очень серьезная переписка с Римским престолом. Буквально все вот эти митрополиты, Михаил и потом особенно Константин II и Иоанн IV, они вели переписку с Римским двором, призывая пап вернуться к древнему благочестию. Папы же через Польшу, уже к тому времени такое, уже более-менее получившие там серьезные влияния, потом там Польша же была православной, а потом они полностью вытелеснили православие и окатоличили Польшу. Именно это именно... Почему так получилось у папы? Потому что Польша начала против России, против Руси, да, Польша начала свое движение, как бы... Она хотела стать центром славянского мира. И для этого нужно было как-то от православия отделаться, потому что католицизм был найти себе союзником еще одного врага православия. И поэтому, конечно, в это время вот эти все польские и чешские князья... Есть даже письма, переписка с Изяславом, в котором они обещают ему поддержку против Юрия Долгорукова. И действительно эту поддержку оказывают. И он же бежит после... Когда он убежал после первого... Когда его Долгорукий выгнал из Киева, он бежит туда, бежит в Польшу, получает там у него племянник, или дядя был в то время его... Я точно не буду говорить, по-моему, племянник. Племянник есть. Киев становится, смотрите, византийская империя, император, патриарх, папа, Польша. Внутри... То есть становится таким центром раздора политического влияния между такими мировыми даже уже силами политическими того времени. Понятно. Давайте дальше как-то двигаться. Да. Ну, 45-46 год. В 46 году Изяслав Мстиславович 13 августа пишет послание... Константинопольскому патриарху с просьбой о постановке первого, не первого, а еще очередного уже второго русского митрополита. Это Смолятич, который он, как сказать правильнее, он просто прибыл, собрал собор Изяслав, прям такой архиереев русских, хотя он не имел на это никакое право. Изяслав дает такой приказ, собирает собор и указывает прямо на Климента Смолятича, как на митрополита Киевского. Ну, в кандидатуру. Да. И это произвело, конечно, большой раздор между греческим священством и архиере. Это раскол. Это самый обыкновенный, самый простой, без застенчивого. Мы всегда любим очень говорить о том, что мы очень традиционны, православны, духовны, у нас там великая преемственность. Это просто обыкновенный, самый обыкновенный раскол. Поднялась сильная буря между всеми иерархами. Часть иерархов поддержала Климента, часть не поддержала. Например, Нифон был новгородский крайне против. И это прямо, они чуть не подрались там на этом соборе, прямо с такими упреками, с такими скандалами, что они проклинали друг друга. То есть подвергали церковным анафемам, проклятиям, все. И привело это к тому, что тут же были посланы посланники в Константинополь. И Ижеслав был отлучен от церкви. То есть он был, он же был крещеный, был христианин православный. Иначе его отлучил константинопольский патриарх, там митрополит, как раз которого вместо Смолятича быстро поставили митрополита. Там, в Константинополе, даже неизведомо, он не знал ничего про Русь, там все. Но как бы в пику... Значит, русская кандидатура этого Климента не прошла? Да, Климента Смолятича не прошла. Почему? Потому что греки восприняли это, именно те греки, которые были уже здесь на российской территории, они восприняли это как на посягательство, на права константинопольского... В том числе новгородский епископ. Да, в том числе Нифонт, новгородский епископ. И это, конечно, привело к очень сильному потере авторитета Михаила II, почему он воспринимался как, как сказать правильный, ну как влиятельное лицо Константинопольского патриархата. То есть поддерживающий человек, поддерживавший партию не совсем русским языком. В это время был митрополит Михаил, и в это время Изяслав пытается поставить новую кандидатуру. Да, он очень сильно болел, и он практически, да, и он умирает, и сразу же Изяслав ставит этого Смолятича. Сразу его требуется поставить. Значит, что произошло? Изяслав на всех благополучно наплевал. Если вы думаете, что как-то кто-то там с кем-то мирился, или каялся, или прощения просил, то вы глубоко ошибаетесь. Потому что Смолятич правил 12 лет. То есть он его поставил, да, без утверждений, без ничего, он правил 12 лет. Вот начиная с 47-го, получается, по 55-й год. А подчинялись ли ему ростовский, новгородский, смоленский, епископ? Да, в этот момент как раз те, которые поддержали, Ростов поддержал, и Смоленск поддержал, Новгород был против, и Рязань была против. В общем, те, которые поддержали, те подчинялись Смолятичу. А которые были против Изяслава и против Климента Смолятича, они его не подчинялись. И совершил церковное общение... В том числе и Юрий Долгорукий. В том числе и партия Юрия Долгорукого. Вот произошел раздор, они не причащались вместе, не служили. Просто такой серьезный, на 12 лет произошел серьезнейший, серьезнейший раскол. Никакого митрополита, который из Константинополя, никто не пустил. Он даже не отважился, потому что боялся, что его просто Изяслав там где-нибудь в тюрьму посадит. Убить может не убьет, но в яму какую-нибудь где-нибудь посадит и будет там сидеть. И поэтому 12 лет продолжался самый настоящий раскол. Вот с Константинопольской церковью, патриархией, продолжался самый серьезный раскол. И только... Это очень интересно, он очень многое объясняет. Да, я почему и говорю, что вот именно началось вот именно разыгрывание церковных карт. Понимаете, началось вот это ввешивание Византии. Кого-то назначали, кого-то убирали. Вот это появился такой вот политический клубок, которого раньше в таких масштабах не наблюдалось. И получается, что вот он правил до 56-го года. Это как раз до смерти Юрия Долгоруцкого. Нет, сначала умер Изяслав. Нет, сначала умер Изяслав, а потом Юрий опять занял. Да, да, да. И два года на нем просидел. И умер там уже. И в 55-м году он умер. Или 56-м, где-то так. То есть это как раз время уже... Что получается? Получается, что Смолятич мог сидеть только пока был жив Изяслав. И немного при Юрии. Да, ну буквально его тут же сразу и вот в стороне Юрия. А это, кстати, я почему-то много объясняю. Почему? Потому что некоторые историки говорят, что Юрий, Юрия же Долгорукова под почти утвержденному сегодня предположению отравили. Ну да. Когда он зашел в последний раз на Киевский престол. Значит, и некоторые историки и говорят, что приверженность Юрия к греческой патриархии и послужило во многом тому, что киевляне его... Не очень его любили. Не любили. Изначально не любили. Всех Суздальцев, там, верховых, там. Это совершенно разные психотипы. Да, вот видите, действительно. Боярство тогда, но именно историки предполагают, что одной из причин послужила приверженность Юрия как раз к греческой патриархии. А так и есть. А так и есть, получается. Да, поэтому, когда Изяслав умер, то стал вопрос о том, как Смолятича убирать. И прислала... Из Константинополя был прислан Константин Грек первый. И правилом 56-58 годы. Он... Почему именно я сразу могу так сказать, именно так категорично? Когда он только прибыл на Киевский престол, он сразу низложил всех епископов и священников, которых поставил Смолятич. Да, то есть продолжает церковь. Это вызвало еще огромный раздор. Потому что появилась куча беглых епископов, беглых священников, которые прятались. Где-то там по лесам, по дворам, по щелям, как тараканы разбежались, писали всякие подметные письма и продолжали благополучно русскую смуту. Потому что им это казалось несправедливым. Потому что они-то в чем виноваты, что их Смолятич поставил? Они что ли его выбирали? Они же не выбирали Смолятича. И они смуту устраивали. Этот начал заменять других, ставить архиереев. Получалось даже по два архиерея на одну кафедру в то время. Как у папы, вот мы любим смеяться, что было время, когда было три, даже четыре папы одновременно. У нас было тоже. Пожалуй, средневековый раздрайся. Обыкновенный, во всех самых таких смутных временах. Убачка, назревает еще одна историческая какая. В это же время, как раз перед смертью Юрия Дорголорукова, его сын, его ближайший помощник, который всю жизнь угробил на то, что поддерживал папу во всех его делах. Дела у него были только занять Киевский престол, но и расширять Ростово-Суздальскую землю. В этих всех делах помогал его сын, старший Андрей. Но Андрей, вдруг оказавшись при папе в Киеве, он настолько не воспринял этих киевлян и весь этот раздрай, что, посмотрите, какой он поступок совершил. Он в состоянии такого психоза развернулся и сказал, ты, папа, тут оставайся и гуляй сколько хочешь. Заезжает в Вышгородский какой-то монастырь, забирает икону Божьей Матери и с этой иконой уходит обратно в Суздальские земли, которые были их вводчиной, этих Юрьевичей. Вот и там, ведь он приходит, заручается поддержкой Вечи Суздаля и Ростова и занимает вот этот престол, изгоняет оттуда своего братца, которого папа поставил там, изгоняет. Всех своих братьев он вообще выгнал. Выгнал, причем в Грецию, греческому царю, да, он туда их и выгнал. А, естественно, они, понимаете, они раз поддерживали этого императора, они бежали туда. Они туда бежали. Видите, как хорошо, вот так вот. Если Ежеслав бежал в Польшу к своему племяннику, ища против Долгорукого поддержки, то эти побежали к своему заграничному поправителю. Это были его сводные братья, его мачеха. Конечно, а кто их мог в народе любить, они получались, как иностранные партии, иностранные, лоббировавшие иностранные интересы. Ну, в числе, кстати, будущий князь Всеволод Большой, будучи маленьким. Ну, вот такая вот историческая справочка. И там уже вот эта вот история переключается на именно Суздальские земли. Ну, там Москва. Да. Ну, да, Москва еще там не так. Андрей переносит из Суздаля, в Суздаль как раз Юрий Долгорукий основал свою резиденцию, а Андрей даже уже плюнул на этот Суздаль, ему все хочется свое, и он переносит свою резиденцию в небольшой совершенно поселковый город Владимир. Строит там огромнейший храм, Успенский собор, красивейший, который до сих пор стоит. Это просто залюбуйтесь, посмотрите, какая красота там. Ну, это шедевр древнего Суздаля. Строит там Покрова на Нерли, значит, и вот эти вот... Ну, древние соборы. Древние. Они... Там их очень много, это мы только два назвали. Во Владимире, по-моему, чтобы не соврать, Покрова на Нерли. Да, там в городе, вы знаете, как в городе, вы были в Владимире? Да, конечно. Вот приезжаешь, и он весь купола. Весь, вот эта красота невообразимая. И в том числе и... Причем в древних храмах. Там даже сейчас нет смысла строить новый храм. Даже сейчас. Конечно. Переносит свою резиденцию в Боголюбово, село Суздаль, получает. И вот отсюда начинается новый этап вообще истории Руси, где вся политика, политическая, государственная врасть переконцентрировалась в Ростово-Суздальские земли, в том числе и в Плотово-Суздальские земли. Центр политического влияния. И вот здесь начинается еще более интересная церковная история. Продолжайте. Перепугавшись этой всей церковной смуты, потому что ничего хорошего с этих двойных, тройных епископских кафедр и кучи беглых попов никто не видел. Князья были в недоумении. Что же делать? Потому что получилось... Они же не знали, как прямо разбираться с церковными делами. И вот поэтому Константин был отозван срочно назад в Константинополь, для того, чтобы он своей прямолинейной и твердой позицией не устраивал еще большего раскола в Руси. Константин это следующий митрополит? Да, это митрополит, да. И также вот митрополит Феодор тоже, он всего два года тоже правил, 60-63 год, он тоже был грек с константинопольского естественного признанного с Константинополя. Он тоже, его главной задачей было примирить то, чтобы он устраивал Константин I после Климента Смоляцича. Что вот это беглые попы, епископы, это старались найти примирение, многих возвращали на кафедры, находили общий язык, подыскивали места, кого-то там, кто был сильно агрессивным, сажали в тюрьму. И для того, чтобы примирить вот этот весь раздор. Значит, в этот момент возникает Леонтьевский такой толк, это был один тоже из архиереев в то время, который стал, такую своеобразную ересь организовал в этот момент. Каким образом? Начались очень серьезные споры о среде и пятнице, о посте в среду и пятницу. Греки к тому времени уже намного облегчили посты. У них уже не было такой, знаете, у них не было таких вот сильно, таких вот сильно суровых постов. А у нас очень, ну, как я бы сказал, это церковным мракобесием, конечно, назвал. Почему? Потому что так упираются вот в среду и пятницу, что готовы друг другу головы оторвать. Хотя Христос говорит, что вот апостолов, что пока не надо им поститься, ученикам, им как будет отнят, у них учитель, тогда будут поститься. Но у нас дошло, как всегда, до абсурда. Вопрос поднялся о том, что велись споры о том, нужно ли поститься, если среда, например, выпадает на Рождество. И это было до драк. Понимаете? То есть вот этот вопрос, он вызывал, наверное, не меньше смущения, чем кто князем в Киеве будет. Вот этот вопрос. И вот при Федоре начались эти споры, и он писал много разных посланий по этому поводу, разным архиереям. Но у каждого архиерея, как раз после всей этой смуты, была своя точка зрения на это все. Тут в это время, как раз при митрополите Федоре, раскопали древнее послание, ну как древнее, всего лишь сто лет назад, Феодосия Киево-Печерского, которым говорилось о постах. Он князю толкует, князю о том, как нужно поститься в Богородичный господь. В Ярославу, видимо. Да, Ярославу, конечно, Ярославу. И там указывается, что в празднике двунадесятые посты отменяются. Не важно, среда ли это, или пятница, ибо раз с нами Господь в этот день, праздник же господский особенно был, то жених значит с нами, а какой может быть пост с женихом? Сам Христос в Евангелии на этот вопрос отвечает. Но другие монашески настроенные такой устраивали по этому поводу бучу, что этот самый Федор, перетерпев несколько таких встреч духовных по этому поводу, просто скоропостижно скончался, не выдержав нервного истощения по этому спорам. Кстати, некоторые историки по этому поводу спора о постах маленько по-другому, чуть-чуть по-другому. Они говорят наоборот, в Греции там посты эти, возможно, и соблюдали. Из-за того, что там все-таки теплый климат, там совершенно другое энергопотребление человека. И еще не заботились монашеские уставы, монастырские. Историки допускают, что там наоборот было послабление. А у нас уперлись так, вот эти как раз греческие пришли и говорят, вот давайте, как мы в Греции постимся, так и вы будете поститься здесь. А русские-то в том числе и князья, им же надо, извините, у них дружинники, у них крестьяне, им же работать надо. А какой тут? Тут же холодный климат. Тут же, извините меня, совершенно другое энергопотребление. И вообще праздники попадают на другие времена. Попробуй без мяса, да. И так мяса мало ели в то время, а тут еще и запреты какие-то. И рыбу даже мало ели. Да, да, рыбу-то запрещалось все греческими. Но вы понимаете как, тоже маленькое уточнение. Дело в том, что греки, они немножко тоже по-разному относились к этим всем вопросам о постах. Дело в том, что это монастырские уставы. То есть для народа одно было, для монастыря другое. Нельзя было сказать точно, чтобы все светские люди соблюдали монашеские уставы там 100%. Поэтому вот сейчас на данный момент, например, у греков гораздо слабее посты, чем у нас. И тогда уже в те времена для народа давалось послабление. Но почему-то русский народ должен весь был жить по монастырскому уставу. Греки нет, а мы вот самые святые. После советской власти вот сейчас тоже как только пришли обратно, мы как бы восприняли свое православие. И тут же появилось такое количество неофитов, которые бегают и постятся, вот прям каждый пост соблюдает. И не просто пост соблюдает, а вообще там чуть не сухоедение. Ужас. Я смотрю на них просто поражает. Абсолютно тоже верно. Вот это все относится к вопросам о мракобесии. Значит, после скороспостижной кончины Федора пришел Иоанн IV. Он был греком, тоже это не из русских, а греческих митрополит. И он был прислан именно специально, уже перепуганный Константинопольским патриархом и особенно императором в это время. Был прислан для примирения всех враждующих религиозных сторон. Это какой год? Это у нас 1164 год. Ну, понятно. Вот. Интересный факт. Очень интересный факт. Он официально первый получил от Константинопольского патриарха право называться «Всея Руси». Это Иоанн IV. Да, это Иоанн IV. То есть у него был митрополит Киевский и «Всея Руси». Да, он получил официально… Простите, в этот момент, до какого времени это пойдет? Ну, и он… Это было… Именно вот уже титул этот утвердился в византийских летописях. То есть это по благословению патриарха… Ну, видимо, там в Константинополе подумали-подумали, как же это все делать. Да, ему нужно было придать вес. Без придать вес. Понимаете, «Всея Руси»… Вот мы только что говорили об этих раздорах. А зачем появилась вот эта «Всея Руси»? То есть, значит, и Суздальцев сюда надо притянуть, и всех… Насколько хитро все… Ох, как это все дальше объясняет. Ну, вот видите, какие мелкие, но интересные. Мелкие. Как это дальше все объясняет? Мне только вот дайте сказать, пожалуйста. Вот. Ну, я буквально еще слово, потом вы скажите. Значит, его задачей прямо конкретно было в летописях указано, что патриарх и император… Его вызвал лично император к себе и дал ему задание всех помирить. Чтобы не получилось еще 10 разных еретических церквей, которые все в Суздале своя, там, в Полоцке своя, в Новгороде своя, в Киеве своя. И везде были свои митрополиты и там все. И поэтому его задача была прямо вот серьезным образом все это дело помирить. Причем, как получилось? Получилось интересным образом. У князей созрела тоже эта мысль, у многих российских князей. И они отправили посольство. Ближе к Киеву. Да. Ну, да. Не совсем там северо. Ну, и Новгород тоже. Да. Они собрали прямо посольство, которое послали в Константинополь для того, чтобы был назначен человек, который примирил бы русские земли. Или в религиозном смысле этого слова. А уже в этот момент назначенный Иоанн IV со всем своим вот этим митрополитическим посольством ехал уже в Киев. И они встретились в деревне в устье Днепра. Чудесным образом. То есть, совершенно... Посольство, которое пошло просить, встречает. Да, да, встречает на уже назначенного митрополита на дороге. Естественно, промысел Божий. Чудесным образом. Притом назаривалась Альша деревня. И вот возле этой деревни они все благополучились. Опять, тоже как Мегиня Ольга, наверное, из ее каких-то вотчин. И они встретились прямо в этой деревне абсолютно неожиданно друг от друга, не зная ничего. Ни те про тех, ни те про этих. Посольному телефону позвонить было нельзя. И они были настолько изумлены своей встречей, когда они разобрались и все переговорили друг с другом, что они все с копом собрались и дружно поехали вместе в Киев. Назад. С этим посольством они поехали в Киев. И примечательный еще интересный факт. Значит, он как раз прибыв в Киев, Иоанн IV сразу начал переписку с папой. Папа был Александр III. С папой? Да. Переписка с папой заключалась в чем? Чтобы он прекратил папа интриги в России. И перестал... Потому что папа наверняка с помощью каких-то своих там денежных вливаний тоже участвовал в этой смуте, которая в России. Через Галинского лунтурус. Да, да, да. Близко к Моравии. Абсолютно верно. Там был Владимир... Кренгрии. Князь Владимир Галинский был. По-моему, я не помню отчество его. Ярослав Осмомыслов. Владимирка сначала. Владимирко как-то. А потом уже Ярослав. Потом Ярослав Осмомыслов. Они, кстати, очень много причинили вот именно этими интригами вреда. И вот он пишет папе, чтобы папа бросил свои происки и вернулся к древнему благочестию. Это такое письмо прямо. Тем более, что это как бы он уже от русской церкви пишет. Да, но он же все-таки греческий митрополит. То есть, это продолжается переписка Константинополя с римским престолом. Он также поставил архиепископа Иоанна Новгородского. И с этого момента... Это, опять же, вот еще один факт. Это Иоанн был первый архиепископ Новгорода. То есть, за Новгородом была утверждена вторая по старшинству митрополия в русских землях. Ипископат. Архиепископ он. Там был епископ. До этого времени новгородский епископ был. То есть, архиепископ это уже митрополит? Это постарше. Нет. Нет, нет, нет. Значит, смотрите как. Митрополия попросить нет. Да, значит, как идет. Вот, например, генерал-майор это епископ. Ну, понятно. Генерал-лейтенант это архиепископ. А митрополит генерал-полага. Вот такая вот... Оно вроде бы разница-то небольшая. Но... Тем не менее, на один ранг Новгородский епископат подняли. Это наверняка специально зачем. Он хотел нового города себе в союзнике. Вот в этом примирении, раздоре между всеми этими архиереями после Смолятича. Он его... Видите, он сам стал именоваться всея Руси. А Новгородского ставит архиепископом. То есть, возвышает его над другими архиереями в окрестностях. Возвышает. Дайте слова. Да, конечно, конечно, пожалуйста. И в это время коварный Суздальский Владимирский князь Андрей сказал, а вот вам всем. Абсолютно верно. Тоже. Вы дальше. Не, не, не рассказывайте, рассказывайте, рассказывайте. И он так смотрит на все это, поглядывая со своих уже усиленных Суздальско-Владимирских земель. Очень усиленных. Они буквально во времена Юрия Долгорукова и во времена начала правления Андрея начинают очень сильно усиливаться. Отодвинув Ростов, отодвинув Суздаль. Ну, кстати, там в Ростове и Суздале, конечно, против Владимирцев Зуб, там туда-сюда. Там свои внутренние трения. Но Андрей держит очень сильную власть. Он подчиняет себе всех. И он начинает подчинять себе вообще всех. И смолян. У него еще был очень способ дружины собирать. У него он был очень толковый, вот военных, вот всяких делах. Он умел собирать дружины хорошо. Ну, он провоевал всю жизнь. С папой еще. Там и против половцев, и против этих булгар он провоевал. Кстати, Покрована Нерлип оставлен в честь победы над булгаром. Да, да, да. Он провоевал всю жизнь. Он был воин такой крепкий. Хотя ему, вон, 44 года стал, вот, князем Суздальско-Ростовским. 44 года уже, представляете, это для того времени, какой большой возраст. Это уже практически почти дедан такой. В Киеве был Ростислав Мстиславович как раз, да, в это время? Да, возможно, не буду там. Да, и, кстати, тоже маленькое замечание. Он, Иоанн IV в 66 году помер. В 66. И вот в это время как раз Андрей Боголевский говорит, вот вам всем, и я назначу себе метрополита. И пошли вы все патриархи Константинопольские, если не признать, и все остальные. У меня власть, у меня дружина, у меня войска. Пошел по пути изяслава. Да. Точно, я говорю, это многое объясняет, вот то, что вы рассказываете. В это время, я ищу маленький нюанс. В Киеве происходит бардак полнейший. Там почти через год меняются князья. Там идет убийство, не убийство, а смещение одного князя с другим. Одна ветвь, там, Ростиславич и Смоленский включились в эту борьбу с Мономашичами, там, и идет грызня. А Андрей ставит свой центр в Ростово-Сузовицкой земле и начинает подтягивать, объединять и подчинять всех. А если вы киевляне, не хотите мне подчиняться, то в 69 году... 58. В 69. В 1169 году Андрей Боголюбский отправляет на Киев свое войско. В 69 году Киев подвергается... Да, где-то в марте месяце. Ну, наверное, в 69 году, да. Значит, он громит этот... А знаете, что, давайте я пару слов скажу. Еще маленьче. И не просто громит, он грабит церкви, снимает с Софийского собора и со всех церквей там самые дорогие ризы, алтари. И спокойно ограбит все это дело православное, как бы ваше православное киевское. Он переносит все это в Суздальскую землю и назначает своего митрополита. А здесь вот еще напоследок, будем уже, как говорится, закругляться сегодня, но напоследок еще некоторые факты интересные. Почему я так вспоминал про 68 год? Почему? Потому что уже, значит, Иоанн IV помер, и приехал Константин II. Константин II был жутко упрямый человек. Вот все его достоинства, баранье-ослиное упрямство. Он был настолько... Он был грамотный грек, все, но он был настолько упертым, что начал драку... Да, в 68-м. Начал что? На Рождество... Было Рождество 1168 года, выпало в среду. И это именно послужило... Он устроил в Киеве жесточайший разнос всех попов, кто не постился в эти дни. В запреты. Больше всех пострадал лаврский игумен Поликарп Киево-Печерский, которому целую там анафему и эпитимию за эту среду. А народе очень любили Поликарпа. И это вызвало Константину такую ненависть, что... Я почему думал в 68-м год, а вы действительно правы, в марте 69-го года. Это разграбление Боголюбским Киева и храмов воспринялось и в народе произносилось как наказание Божье за неправду митрополитию. Константин. Да, за неправду митрополитию. Так в народе и ходило, что разграбление храмов и всего-всего, это было наказание за неправду митрополитию. И поэтому именно видите, насколько митрополиты могли устраивать какие мелкие и крупные пакости. Очень была такая влиятельная структура. Ну вот, после разграбления Киева в 96-м году получается... В каком, в каком? В 1190-й. Подождите. В 86-м. Давайте все-таки не понимаем, далеко. В 69-м. В 69-м. Да, в 1669-м. В 68-м году Рождество, скандал на Рождество и разграбление... Да, 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 это я хотел написать 69-м, а написал 96-м. Наоборот, 6,9 поменял цифры. Дальше пошли интересные дела как раз именно у Андрея Боголюбского. Не, ну это целая тоже эпоха. Мы его возьмем, Андрея, на следующий раз. На следующий раз, да? Да, я думаю, мы его прямо... Почему меня вот интересуют эти моменты, именно перехода политического влияния Киева, Суздаля, Новгорода. И вот именно этот Константин был отозван срочно в Константинополь после этого всего раздора, поскольку поняли, что кроме драки и мордобоя в киевских землях он ничего не устроит. И вот Боголюбский перевез все иконы и увез на север, а Киев разграбленный в народе пошел твердое, прошло твердое убеждение, что народ был наказан, Киев был наказан за неправду митрополитию. Ну, давайте на этом закончим, чтобы не затягиваться, потому что в последние годы Андрея Боголюбского это может быть целая тема. Ну, целая тоже тема, да, получается целая тема. Спасибо вам, батюшка, интересно. Да, будем рады, если будут какие-то интересные мнения. Да, конечно, мы можем в чем-то ошибаться, пожалуйста, я всегда говорю, пожалуйста, присоединяйся. Всего доброго, с праздником, с Рождеством Престой Богородицы. Да, и вас тоже. Да. Продолжение следует...